привет стратегическим же ужиком вы слышите алексея халецкого это значит канал лёша играет подпишитесь и нажмите на колокольчик вчера фираксис анонсировали новый контент который выйдет в рамках new frontier пас появится он 24 сентября и самое главное это две новых цивилизации византия и гаулы вот за византию мне было обидно больше всего потому что это моя любимая империя и то что ее не было в циви просто поразительно уж кто-кто а византия повлияла на человечество очень сильно и не давать игрокам возможность за нее поиграть ну честно говоря зря она должна была быть вообще в изначальной циви они сейчас вот в каких-то дополнениях к дополнениям ну а галлов кстати никогда и не было в циви ни в одной из частей хотя может быть кстати в тройке были но в любом случае галлы это племена кельтской группы а кельты практически во всех частях присутствовали но зато отсутствует шестерки с другой стороны многие историки галлов считают предками современных французов а франция шестерки опять же несколькими даже лидерами представлены подробные инфы о новых цивилизациях нету то есть фираксис будет выпускать еще отдельные видео про византию и галлов в этом же видео они сказали о том что византия будет одержима идеей завоевания военного и религиозного а галлы получат изрядные бонусы к культуре и производству правда потом добавили только не думайте что это какие-то художники пацифисты живущие в коммуне хиппи не знаю почему я так должен был подумать но давайте так не будем думать хорошо добавят два новых чудо света на первых биосфера которая повышает престиж от клеток с болотами и тропическими лесами с дополнением gathering storm она способствует росту энергии и туризма если же у вас не будет газерин storm то биосфера будет давать бонус к науке от всех клеток с болотами и тропическими обычными лесами второе чудо света статуя зевса ох помню в пятерке хорошо она работает в шестерке нам обещают что статуя зевса будет давать построившему ее городу бесплатные военные юниты уж не будет ли она работать это чудо также как таракотовая армия в пятерке которая давала по одной копии каждого юнита который у вас есть построенный статуя зевса будет ускорять подготовку анти кавалерийских юнитов в игре появится новый скрипт карты высокогорье не поверите это обширный мир в котором преобладают холмы и горные цепи вообще карта высокогорье есть в пятой циве и довольно популярна для дуэльных партий и командных ну и новый игровой режим который тоже мне видится интересным он будет называться трагические века хотя вы знаете я сейчас задумался по поводу перевода потому что в оригинале dramatic age ages но это не совсем трагически это найти такое драматически волнующее эффектно впечатляющие века в общем предложите ваш перевод в комментариях так вот идея в том чтобы темные века сделать более темными а золотые века более процветающим в этом новом режиме с каждым переходом в новую эпоху цивилизация обязательно будет вступать либо в золотой либо в темный век то есть нормальных и героических не будет как я понимаю вместо устремлений каждая новая эпоха будет открывать новые политические курсы для золотого или темного века кроме того лишние очки эпохи которые вы набираете для перехода в золотой век будут теперь конвертироваться в ваше влияние на лояльность соседних цивилизаций то есть видимо если вы там перебрали на 10 очков больше то например ваши города будут на 10 лояльности выше влиять на соседних хотя это я так гадаю на самом деле я цифр точных не знаю кроме того спровоцированный темным веком хаос может заставить ваши города немедленно поднять восстание к тому же в этом режиме разработчики переработают грузию в режиме трагических вегов грузия может использовать политические курсы темного века даже в золотой век кроме того в золотой век грузия получает дополнительную универсальную ячейку правительства не говоря уже о 50 процентном бонусе к производству при строительстве оборонительных зданий мне видится кстати что этот режим на уровне сложности божество будет действительно очень сложным потому что в первых эпохах не выйти в темный век очень сложно а это еще и будет заставлять ваши города поднимать восстание вот пока и все к сожалению мало известно новых цивилизациях я предлагаю еще в комментариях поугадывать какие лидеры будут у новых цивилизаций особенно интересно в этом плане конечно же византия напомню что в предыдущих частях был либо юстиниан либо дедона постоянно только одну семью почему-то брали хотя византии было множество императоров имена которых помнят потомки их деяния в истории дошли до наших дней ну давайте я предположу что лидером византии будет феодосий великий а империи галлов постум ваши же варианты конечно же жду в комментариях на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока